Круче, конечно, Аваков, потому что на его стороне огромный опыт государственного деятеля. Арсен Борисович в политике уже очень много лет, причем на ключевых постах, и его интеллект мощнейший. Я имел много встреч с ним, в том числе и неформальных. Мне очень нравится его интеллект, с ним очень интересно разговаривать. Если абстрагироваться даже от того, что он политик, он очень интересен как человек. Таких глубоких, интересных людей очень мало. У него огромная библиотека, и он, что интересно, это все прочитал. Это тысячи книг. Это не может пройти бесследно. Кроме того, огромное количество встреч самых разнообразных, с интереснейшими людьми. И его профессия, специальность первая, системный анализ. Это человек-аналитик, который все поступающее в мозг, вот этот вот весь спектр разных сведений, данных, информации, он способен переработать и сделать точный анализ. Поэтому нет, ну там интеллект огромный. Понятно. Ну что, у нас сегодня много сюрпризов, как и обещали. И просто сейчас мы можем долучить и наших глядачей. У нас есть целая рубрика. Мы сегодня и протягом этого тижня, даже скажу, спілкувалися с людьми на улицах. И ставили вопросы, точнее люди ставили вопросы. И мы их сделали небольшие рубрики. Вы сейчас видите. Таким чином их назвали. Тарифы, политика, карантин, экономика, стиль и книги. Пан Дмитрий, вы сможете выбрать, ну, примером, две рубрики. И одну из них мы заберем с собой. Мы сами выберем. Для вас рубрику, которая будет для нас, для вас. А вы, пожалуйста, давайте спершу. Почнемо, яка на вас больше дивится. Ну, политика и стиль давайте возьмем по центру все, что есть. Прекрасно. Сперше политика. Политика и стиль часто несумісные, но попробуем. Политика, да? Дмитрий, доброго дня. Скажите, пожалуйста, какие вы політичные проекты будете поддерживать? Или будете участвовать в выборах президента Украины? О, я с нетерпением. Да, я буду участвовать в выборах президента Украины, как человек, который придет на избирательный участок и бросит бюллетень в урну. Если до этого времени, кстати, не введут электронное голосование. Это вообще, я предостерегаю всех от электронного голосования. Чему? Я с большим уважением отношусь к Михаилу Федорову. Я считаю его выдающимся министром цифровизации. Но я скажу вам, я вижу угрозы в электронном голосовании. Потому что, если в 2004 году даже с серверами творили, что хотели, то когда цифра будет править миром, в наших условиях, я тут же вспоминаю Иосифа Виссарионовича Джугашвили Сталина, который когда-то сказал, главное не как проголосуют, а как посчитают.